Всем привет дорогие друзья, с вами я Виктор и вы находитесь на YouTube канале Vector Обзорщик и сегодня будет обзор на бюджетную лопату, можно так сказать, потому что сегодня мне пришел смартфон Cubot Max 3, у которого диагональ экрана практически 7 дюймов, если быть точнее, что 6,95 дюймов и который стоит меньше, чем 120 долларов. Естественно все ссылочки будут в описании под видео, где можно приобрести этот смартфон, ну и также можете посмотреть актуальную стоимость на момент просмотра вами этого видео. Ну а мы поехали делать распаковку этого лопатафона, смотреть что у него внутри, какие характеристики и тому подобное. Итак, коробка выглядит вот таким вот образом, с обратной стороны есть технические характеристики телефона и телефон приходит у нас в заводской пленочке. Ее я уже разрезал и снимаем пленочку. На фронтальной стороне у нас изображение самого смартфона, открываем коробку и посмотрим, что у нас внутри. А внутри, как мы видим, у нас есть смартфон, на котором уже установлен силиконовый чехол. Кстати, мне пришел телефон вот таком вот красивом зеленом цвете. А на экране смартфона, как мы можем видеть, наклеена транспортировочная пленка, где указаны главные технические характеристики телефона. Экран имеет диагональ 6,95 дюймов, разрешение HD+. Также есть вырез под фронтальную камеру в дисплее. Процессор MediaTek 6762D восьмиядерный. Основная камера на 48 Мп и фронтальная камера на 16 Мп. Пикселей. Аккумулятор в этом телефоне на 5000 мАч. Может заряжаться с помощью быстрой зарядки 5 Вольт 2 Ампера через разъем USB Type-C. Снимаем транспортировочную пленочку и видим, что под транспортировочной пленкой есть еще защитная пленка, которая наклеена прямо с коробки, прямо с завода. И это очень круто, это не может не радовать. Также в комплекте есть кабель для зарядки, блок питания и также есть наушники. Блок питания на 5 Вольт 2 Ампера, то есть общая мощность 10 Ватт. Наушники выглядят в стиле Apple AirPods, но подключаются через USB Type-C. Кабель для зарядки обычный с USB на USB Type-C. А еще в комплекте есть небольшая инструкция и различная макулатура. Как только я открыл коробку, достал телефон и попытался его включить, ничего не происходило. Он просто-напросто не реагировал на кнопку включения. Я думал, что аккумулятор разряжен, но это оказалось не так. Аккумулятор был заряжен, но просто сам аккумулятор здесь оказался съемным. Снял я чехольчик, потом вот здесь обнаружил небольшую такую щель, где можно ногтем подцепить и по снять заднюю крышку. Я этого уже не видел, ну, года три как минимум таких вот решений. Но Cubot нас удивляет и сделала вот такое вот решение. Вы проходите по периметру, снимаете защелочки и видите вот такую огромную батарею, огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч. И когда приходит вам этот телефон, контактная группа была заклеена вот такой вот изолентой, ну, почти, в общем, пленочкой. Зачем это сделано, я не знаю. Ну, скорее всего, чтобы у вас никаким образом не включился смартфон во время транспортировки. В принципе, достаточно интересное решение, что он здесь съемный. Мне, на самом деле, иногда в новых телефонах, вот типа айфона, таких решений не хватает. Потому что, действительно, это было раньше удобно. Вы могли приобрести еще несколько аккумуляторов и их менять. Либо, если у вас там телефон завис, в крайнем случае, можете вытащить аккумулятор быстро. И вот здесь на крышечке вот этой вот пластиковой. Это все, естественно, пластик, но, ну, такой интересный материал, достаточно шероховатый какой-то. В общем, тактильно это очень приятно. Это типа софт-тач пластик. Как вы видите, вот здесь вот есть контакты и NFC-модуль. То есть, у нас бюджетный телефон с NFC-модулем. Неплохо. Я думаю, это зачет этому телефончику, что такая вот лопата приходит к вам. И здесь есть NFC-модуль за 120 баксов. Значит, сюда вы можете установить две сим-карты формата nanoSIM, ну и также одну карту памяти формата microSD. Ну, по цвету вариант мне пришел симпатичный. Такая зелененькая задняя крышка и золотая окантовка. Ну, немножечко цыганщина, но мне такое решение нравится. Естественно, все сделано из пластика. Вот, вот эта вот позолота, либо золотая окантовочка, она ни в коем случае не металлическая. Это пластик, который, ну, стилизирован под металл. Значит, на левой грани смартфона есть сдвоенная кнопка регулировки громкости. В принципе, нажимается хорошо. К ней вообще нет никаких замечаний. И если вы держите, ну, либо в левой руке, либо в правой руке, то один палец на нее отлично ложится и телефоном пользоваться удобно. С правой грани телефона разместились кнопка включения и ниже сканер отпечатков пальцев. Выглядит он продолговатым образом. И единственное, что мне здесь не хватает, то что вот этот вот сканер, он не совмещен с кнопкой. И на сканер отпечатка пальцев палец помещается отличным образом, что одной, что другой рукой вы держите телефон. А вот до кнопки включения нужно телефон перехватывать и дотягиваться, что одной рукой, что другой рукой тоже. Конечно, мне бы было намного удобнее, если кнопка включения и сканер разместили в одной кнопке. В общем так, как это сделано, например, в Samsung Galaxy S10e. Здесь же сканер отпечатков, в принципе, свою функцию выполняет. То есть телефон разблокируется, все нормально, но делает это немножечко долго. С верхней грани нет вообще никаких разъемов, а с нижней грани у нас единственный разъем USB Type-C и справа и слева находится, естественно, решетка, под которой прячется мультимедийный динамик и разговорный микрофон. Также над стеклом вот здесь есть вырез под разговорный динамик. В принципе, что могу сказать? Динамик мультимедийный, естественно, здесь один, никакого стерео звука в телефоне за 120 долларов пока что мы не получаем. И вот к динамику у меня, к мультимедийному динамику у меня есть большие вопросы. Он достаточно посредственный, можно так сказать. Давайте сейчас включу песенку и послушаем, как звучит мультимедийный динамик на Cubot Max 3. Это 50 процентов громкости. Поднимаю на максимум. Звук немножечко пищащий и, ну, бас, естественно, здесь вообще отсутствует. То есть динамик достаточно посредственный. Дальше, значит, пройдемся по экрану. Экран у нас на 6,95 дюйма. Выполнен он по технологии IPS. И самое печальное, что здесь разрешение 1640 на 720 точек. Но, как я могу сказать, лично я раздельных пикселей не вижу. То есть я думал, что экран будет вообще ужасный, когда ознакомился с характеристиками этого устройства. Но на самом деле могу сказать, что именно вот этот экран меня вполне устраивает. Ну, не могу к нему придраться. Средняя плотность пикселей в этом экране это 258 точек на дюйм. А так как соотношение сторон 21 к 9, то есть телефон у нас вытянутый, то есть он не широкий, он длинный. И в руках действительно, в руке лежит хорошо. Держать его удобно. Никаких проблем с этим нет. И вот фильмы на таком экране будет очень удобно смотреть, потому что фильмы у нас имеют соотношение сторон в основном 21 к 9. Посмотрите, как симпатично выглядит здесь изображение. То есть придраться к такому экрану я не могу. Меня качество экрана в принципе устраивает. Как за такую стоимость? Еще раз повторюсь. Я сюда специально установил мультитач теста. И как вы можете видеть, этот экран поддерживает 5 пальцев. То есть 6 палец вот здесь вот уже не поддерживается. То есть мультитач максимум 5 пальцев. Экран по краям немного изогнут, закругление такое 2,5D. Также, что меня приятно порадовало, что здесь фронтальная камера вырезана в экране вот здесь вот. И она вообще никаким образом вам не мешает. Еще если на черном фоне, вы вообще на нее не обращаете внимание. Теперь поговорим насчет процессора и насчет производительности. Здесь установлен Mediatek 6762D. По-другому он еще называется Helio A25. Этот процессор изготовлен по 12-нанометровой технологии, 8-ядерный и максимальная тактовая частота 1,8 ГГц. Если мы зайдем в бенчмарк Antutu, то можем видеть, что этот процессор лично у меня набирает, ну, немножечко больше, чем 80 тысяч баллов. Результат достаточно слабенький. То есть в актуальные сложные игры вам, скорее всего, не удастся поиграть. Либо удастся, но на самых низких настройках. Но для тех, кто в игры не играет, в принципе, этого процессора будет достаточно. То есть с отрисовкой интерфейса он, в принципе, справляется. С воспроизведением видео, фото и тому подобное он справляется. Я думаю, что этот процессор просто предназначен для нетребовательных пользователей. В этом телефоне установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти, из которых 52 ГБ доступно для использования. Если подключить блок питания... Слышите, какое вибро здесь? Ну, вибро, конечно, на любителя. Мне такое вибро, к сожалению, не нравится, потому что, ну, я действительно привык к флагманскому вибро, такому классному. Здесь вибромоторчик очень дребезжащий. Когда мы подключаем блок питания, мы видим, что здесь начинает мерцать светодиод, который оповещает нас про уведомления. И это очень круто, потому что уведомления вы точно не пропустите. Вы будете сразу видеть, что вам пришло какое-то уведомление. Теперь поговорим про камеры. Значит, основных камер здесь три. Огромный модуль такой, блок. Он не очень сильно выступает за края телефона, но, в общем, этот комплектный чехол даже его достаточно перекрывает. Значит, основная камера у нас якобы на 48 Мп, но на самом деле это интерполяция, потому что процессор просто-напросто 48 Мп не поддерживает. И основной блок, скорее всего, на 12 Мп, но потом просто растягивается до 48 Мп. И диафрагма этого модуля 1.8, f1.8, что, в принципе, неплохо. Также есть ТОВ-сенсор, который просто здесь напросто бесполезен. Ну и третий эшелон любит всегда напихать побольше камер. Ну и третья камера здесь это макрообъектив на 5 Мп с диафрагмой f2.4. Фронтальная камера, которая встроена вот здесь вот в экран, сделан под нее специальный вырез, имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f2.2. Не знаю, интерполяция во фронтальной камере либо нет, но вот такие вот у нас значения. Также могу сказать, что здесь очень много различных режимов, режимов съемки, также много различных режимов видео. Ну и максимальное качество записи видео и на основную, и на фронтальную камеру это Full HD 30 кадров в секунду. А вот насчет фото, можно выбирать 3х4 48 Мп, дальше 18х9 20 Мп и 16х9 8 Мп. Вот такие вот три варианта доступны. Ну и естественно я выбираю все на максимум, и давайте посмотрим, произведем тесты основной камеры и фронтальной камеры на фото и на видео. Итак, давайте посмотрим, что у меня получилось. Запись видео на основную камеру на Cubot Max 3. Запись производится в разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Значит, фокус. Раз, два, раз, два. Фокус, в принципе, достаточно резво. Отслеживает. Качество, ну, неплохое за эту стоимость. Сейчас тест видео на основную камеру. Тестируем фокус. Раз, два, раз. То есть фокус достаточно бодрый. Запись видео со включенной стабилизацией. Стабилизация у нас электронная, она просто кропает изображение и таким образом, собственно, стабилизирует немного. А так записывает видео фронтальная камера. Тоже Full HD 1080 точек 30 кадров в секунду. Вот такое вот качество. Так, HDR здесь никакого нету. То есть, ну, пересветы ловит, если попадаете на небо. Если передний предмет намного темнее, чем сзади. Но, тем не менее, за эту стоимость это приемлемо. Также есть в фронтальной камере электронная стабилизация. Тоже используется кроп изображения. Поэтому такой вариант намного приближает. Я ее отключил и сейчас все записывается без стабилизации. А вот таким вот образом телефон делает фотографии в автоматическом режиме. Смотрите на уровень детализации, ну и на цветопередачу. Это была основная камера. Вот таким вот образом справляется фронтальная камера. И макрокамера делает вот такие вот снимки. В принципе, камеры достаточно неплохие. То есть, для нетребовательного пользователя, например, для своих родителей, я бы такой телефон, может быть, и взял. Здесь есть, естественно, все необходимые бенды для страны СНГ, для Украины, России, Беларуси и тому подобное. Естественно, здесь есть 3G, 4G, но 5G здесь еще нет. За эту стоимость 5G еще не делают. Кстати, на борту установлен здесь 11-й Android. В принципе, достаточно актуальный. Но, насколько вы будете часто получать обновления, и вообще будете ли получать обновления, это мне, к сожалению, неизвестно. После того, как я достал телефон из коробки, включил его, никаких обновлений не прилетало. Естественно, здесь есть Wi-Fi, есть Bluetooth 5-й версии, также есть GPS-модуль, A-GPS и GLONASS. Аккумулятор здесь на 5000 мАч. На один день очень активного пользования, либо на два дня не очень активного пользования, его хватает. Здесь как бы заявлена быстрая зарядка, но быстрая зарядка всего лишь на 10 Вт. Ну, достаточно долго придется ждать, примерно 2-2,5 часа придется подождать, чтобы от 0 до 100% зарядить этот аккумулятор полностью. Но то, что здесь USB Type-C, а не устаревший microUSB, это на самом деле зачет, что компания Cubot установила хотя бы такой разъем. В целом, какой итог можно подвести? Cubot Max 3 предназначен для нетребовательного пользователя, который любит время от времени смотреть фильмы. Потому что здесь установлен неплохой экран размером 6,95 дюймов, установлена хорошая батарея и также эта лопатка имеет модуль NFC. И для многих это будет неплохим дополнением, потому что вы можете бесконтактным образом расплатиться в магазине, либо там на заправке и тому подобное. Из плюсов могу отметить, что здесь хороший комплект поставки. То есть здесь вы получаете и пленочку на экране сразу из коробки, здесь вы получаете чехол сразу из коробки. И это на самом деле круто, потому что найти чехол для этого телефона, я думаю, будет не очень просто. Но максимум вы сможете найти чехол на Алиэкспресс. А в любом магазине вы не найдете по-любому чехол на этот телефон. Также меня приятно порадовало, что в комплекте также идут наушники с USB Type-C разъемом, блок питания на 10 Вт и кабель. Все идет в комплекте, то есть комплект действительно хороший, комплект богатый и больше дополнительного вам ничего, собственно, покупать и не придется. В общем, вот такой вот аппаратик. Стоит он 120 долларов. На мой взгляд, цена за такой телефон в принципе адекватная. А вы обязательно пишите в комментарии под этим видео, нравится ли вам такой телефон и отдали бы вы 120 долларов за такой вот телефон, за такие характеристики. В общем, вот такой вот телефончик сегодня был на обзоре. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался и нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А с вами, как всегда, был я, Виктор. Всем желаю удачи, всем пока-пока.